Ребята, перед началом ролика хочу вам дать небольшую рекомендацию. Если вы в данный момент ищете какую-то легальную компанию, которая занимается документами для такси, такими как путевые листы, карточки водителя, журнал медицинских и технических осмотров и все сопутствующее, что должно быть в машине для работы, полноценной, без штрафов, без всяких проблем и нахождение на линии без проблем, я вам порекомендую компанию Такси Документ. На экране будут контакты, по которым можно будет позвонить и уточнить какие-либо вопросы. Также эти контакты будут в описании, включая сайт, в котором можно пролистать, посмотреть какую-то либо информацию о них. Советую эту компанию, так как сам делает там документы и полностью доволен тем качеством, которое получает за эти деньги. По промокоду BATIA в деле можно будет при первом оформлении получить 500 рублей скидку. Ну а теперь что, поехали смотреть ролик? ДТП Ребятки, всем привет! Меня зовут Руслан. Недавно у меня случилась такая шняга, что это было первое мое ДТП за 6 лет. То есть сколько я ездил на своей Октавии, сколько я ездил на каршлинг, на парковых машинах, ничего никогда не происходило. И вот впервые. И оно очень странное и очень сомнительное. Я попробую дать обзор со всех сторон, вырезать к своему инстаграмму, сам проедусь по этому маршруту. Посмотрите, послушайте, сделайте свои выводы, кто прав, кто виноват. И далее я поеду в компанию страхователя, у которой у меня каска, и попробуем уформить машину или получить компенсацию, либо ремонт где-то у каких-то там дилеров или у официалов. Посмотрим, получу я отказ или мне удобят ремонт, потому что мы знаем все, как не очень хорошо дружит каска обычная с таксишными машинами. Это будет такой некий видеоотзыв, вот это страховое, которое у меня каска. Погнали! Нахуй, докатались, блядь. Возле ЖК столичного, блядь, ебаный, блядь. Все, блядь, долетались, ебаный, докатались, нахуй. В принципе, не сильно, блядь, но неприятный, блядь. Так, короче, блядь, правда жизни. Вот здесь, блядь, одна полоса, да? Но приехали гайцы, и мы, блядь, с ними стояли, общались, и я сейчас покажу, блядь, полоса. Вот здесь, оказывается, не одна полоса, блядь. Так, вот здесь мы столкнулись, и вот здесь вот типа две полосы-то, блядь, оказывается. И как будто бы я перестраивался, совершил маневр, и я не прав, короче. А прав тот чувак, который в меня в***. Так, ребят, для полноты картина. Сейчас представим такую ситуацию, что спереди еду я, а вот образом вот эта машина, это тот человек, с которым мы столкнулись. И сейчас двигаюсь в сторону вот этого перекрестка, на котором у нас это произошло. Фактически человек, с которым мы столкнулись, ехал за мной. Видно по впереди идущей машине, что это одна полоса, да, не более. Даже после этого знака, который был спрятан за листвой, расширение не начинается. Я ехал вдоль сплошной, и он, молодой парень, хотел меня обогнать, и получается вот, расширение начинается только от той точки, а мы столкнулись до. Он хотел пролететь, а я перед светофором начал смещаться чуть правее. И он, получается, не зашел, и мы столкнулись. Так, из повреждений, вот здесь царапины идут, вмят порог, вот здесь. Также продолжение царапин, здесь немного вмятины и царапины, замято крыло. И вот эта острая сторона, она у меня продрявила колесо, я сейчас езжу на запаске. То есть я ее немного загнул, а то она торчала более остро, возможно, либо на ближайшем полицейском, либо на чем-то проколол колесо у меня. Немного смещения бампера, и здесь как будто бы скол, что ли, у фары, но она в целом полная, целая и не запотевает. И вот здесь пластик вылез, и у пластика, как бы, такое отверстие появилось, и туда взлетает вся грязь. То есть, ну, как бы, наверное, нужно что-то с этим делать тоже. Сегодня мы едем решать вопрос по поводу КАСК и по поводу того, что у меня осталось после ДТП. Поможет ли ВСК, тот страхователь, у которого я получил КАСК, в связи с решением вопроса, или он пошлет меня нафиг. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребятки, с чем мы приехали в ВСК? Все повреждения я уже рассказывал в машине. Вот это здание. Все, погнали пообщаемся, посмотрим, какой будет итог всего этого. После страхового случая, мне записывали на 3 часа. Отходите наше здание, из-за моей рукой, отходится наше здание, из торца за выступом, есть дверь. Зовут его Арсений. Арсений, хорошо. Я пришел в главное место, и здесь, говорит, не сюда ты, чувак, пришел, иди с другой стороны обходи. Отжигает, да? Так, 99 пока не ответил, сидим пока. К вам можно. Я по страховому случаю. Вот написание. 4 9 8. Я домашний. Нет, нет, нет. Давайте... Что домашний подпишет? 8 9 16, ну, 311. Это когда я однажды заказывал обратный звонок и одной службы, они перезвонили в 3 часа ночи. Ну, я, а мне, ну, я так поспать хотел, и рано вставать. И, ну, вот я просто так вот логически задавал вопрос человеку, который мне звонит. Ну, как он считает, вообще нормально в это время звонить или нет? Во сколько позвонили? В 3 часа ночи. Абсолютно нормально. Какие проблемы? Не ему же звонят. А он такой, ну, а что, я типа на работе же, да? Ну, я на работе, а ты что, спишь, что ли? Ты просил позвонить? Подъемно, бро-то. Ты просил позвонить, тебе звонят. Ты еще, блин, охерел еще, и ты недоволен, что ты должен. Мы же работаем, по твоим делам, да, если. Мне кажется, вообще, все в порядке, блядь, блядь, раши-колобаши, никаких проблем. Чем, понимаешь, блядь, раньше как-то удивлялись, блядь, что ты вот, потому что сознание не могло воспринять вот, ну, вот такого вот, билизма, там, блядь, когда на белое говорят черное. Блядь, а сейчас мне скажут, я говорю, блядь, все нормально. Ты где, блядь, ты что, тут все в пределах нормы, блядь, даже ни в тени сомнения, ни в тени какого-то, блядь, блядь. Так, ну что, значит, ништяк. Так, ну что, ребят, побывал я сейчас в ВСК, там, мастер-приемщик, или, как правильно сказать, Арсений. Очень крутой мужик, все принял, все посмотрел. Не знаю, какое будет решение от самого ВСК, но Арсению респект, работнику данной точки в Балашихе. Из поврежденных моментов у нас здесь крыло, он сказал, покраска двух дверей, замена крыла, то есть, и покраска бампера. Братва, это видео обещает быть, походу, очень долгим. Если мне пришло смс от страховщика, от застройщика хотел сказать, от страховщика о том, что вам одобрен ремонт. До этого, когда я оформлял документы, я выбирал несколько галок, это либо выплата, либо ремонт у официалов. То есть, мне было без разницы, мне главное закрыть этот вопрос. Мне даже проще, чтобы это происходило ремонт у официалов, чтобы я не парился, чтобы было все качественно сделано. В данный момент я еду в Рольф на магистральный тупик, буду сейчас давать машину, все покажу, все расскажу. Удивило, конечно, ВСК тем, что на следующий день быстро так ответили. Может быть, это заслуга того мастера-приемщика Арсения, с которым мы как бы нашли общий язык. Может быть, просто ВСК сам по себе так быстро работает, непонятно. Но, в любом случае, я рад тому, что все позитивно сейчас у нас идет, и мы движемся к какому-то итогу. Единственное, что ВСК Рольфу дали такую информацию, что нужна замена двери, почему-то правой, хотя я думал, что это будет покраска, замена крыла и покраска бампера. На что я сказал, что еще задняя дверь не покрашена и замят бампер. То есть, это тоже нужно решать. Сказали на то, что в регламенте уже согласован 4 дня, если что-то не согласован, нужно согласовывать, и будет 2 недели. Но будем ремонтить по полной, сдавать тачку тогда на 2 недели, где-то брать аренду это время, кататься. И сейчас я как раз таки покажу, как мы ее будем сдавать. Так, ну тут-то было. Рано радовались. Короче говоря, посмотрели они тачку, там нужно будет досогласовывать еще разные моменты, оказывается, еще и бампер влобнул. И начались разговоры, вопросы про страховую, про таксишную или не таксишную страховку. Пришли к тому, что нужно еще досогласовывать всякие моменты. Типа, мы у вас машину не будем забирать, мы сейчас напишем вам письмо и будем ждать подтверждения. Так что, типа, ездите на машине, через неделю с вами свяжемся. Как будто срезали, да? Так, ну что? Короче, приколы, пока я ехал, значит, до страховой, можно так сказать, да, чтобы, ой, не до страховой, до салона, чтобы сдать машину на ремонт. У нас еще одно ДТП произошло здесь в Железке. И, ну, скорее всего, я и не прав. Мы сошлись с женщиной, она ехала вот с той стороны, получается, у нее главное была бы сюда, но она ушла бы туда вот на пригородную. Вот, интересно. И она, в принципе, стояла без поворотника, пропускала, я газанул, и она тоже газанула. И, пожалуйста, вот мы сошлись на этом газе вместе. Небольшие повреждения. Ну, то есть, остается мне дождаться, что страховая уже одобрит расширение на ремонт и замену бампера. Все как бы сделает. Блин, ну, весело, конечно, весело. Блин, Шкода, конечно, прочная тачка. Вот что это у нас, Тойота? У Тойоты вмято крыло, да, а у меня просто вскользь она ушла, в принципе, только поцарапала. Продолжение следует... Убирайте машину. Убирайте машину. Would you like? Убирайте машину. Убирайте машину. Убирайте машину. Убирайте квартиру. Команд write the Assρη you're going. Убирайте машину. Убирайте машину. Убирайте машину. Ухажите на стоянке, как у меня стоянка. Сказали, берите-ка машинку, то вы стоите на проезжей части. Хотя это парковка. Ну окей, думаю, хорошо. Спасибо. Сейчас нужно употреблять машинку. Сейчас я уезжаю на машинку. Так. Понятно. Так. Заполняем. Значит, мы отъехали там от того места. Гаишники говорят, давайте всё заполняйте. Один из сотрудников очень странный, прям грубый, как будто я его родственницу задел Вот Ну и что, записываем Так, ребят, я снова на магистральном, подъезжаю к Рольфу Подъезжаю к дилерскому центру И все, надеюсь, это уже контрольный мой приезд Что уже на этом мою историю начнем заканчивать То, что мы уже сдадим машину И уже будем ждать, когда все это дело финишируется у нас Не отрывается Поверните налево, во двор Так, с крайней ДТП у нас добавил, получается, вот такие вот ссадины Но одобрили, значит, замену бампера Под бампером крепление Замену крыла и подкрылка под ним Ремонт порога И ремонт обе двери Покраска Вот, ладно, что, идем Сдавать машинку Так, ну все, что Осталось совсем чуть-чуть К900, кстати, здесь нету Ходил, посмотрел Думал, сейчас, может быть, небольшой обзор про это снимем Но нифига И все, машинка поехала Пока-пока, машинка Так, ребята, ну что, сдал я свою тачку, получается, в ремонт по Каско Приедем через две недели, посмотрим, что у нас получилось Покажу все, все отсниму И все увидится Плюс до МЦК Че же приедет? Никто не хочет брать заказы Один бизнес вокруг, а? Ну че такое-то? Ребята, давайте Мерседес Kia Optima Ну ждем Так, 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 так Знаете, что я такой довольный? Мы снимали сейчас видос про то, как я забираю пакет участника И мы готовимся к забегу, к завтрашнему дню И мне звонит телефон И мастер-приемщик говорит, что все Мы доделали вашу машину Можете приезжать ее забирать И я в опухах, быстрее, с документами и так далее И сейчас вот иду ее принимать, посмотрим Сказали, что какой-то дефект, еще один нашли Дает сейчас его согласовать на ремонт Но уже отдают машину Короче, сейчас все покажу Почти на месте Блин, на самом деле это очень круто Я уже думал Что придется еще одну неделю брать машину в аренду Я же предыдущую неделю не всю, но частично катался на аренде И, конечно, можно выразить большой респект мастеру-приемщику здесь Он сказал от 10 до 12 дней И сказал, что постарается сделать вовремя и без всяких нарушений Но он сделал быстрее Я сдал в ту пятницу Сегодня суббота Получается, прошло 8 дней И то, при том, что я сдавал вечером в пятницу Можно посчитать, что рабочих бы дней именно Которые можно было проводить какие-то работы Было бы 7 Короче Аркадий Вроде его зовут Аркадий Ну, большой красавец Вообще, респект ему Если он увидит в дальнейшем это видео, этот отзыв Я благодарю его за скорое выполнение наших оговоренностей Даже не то, что выполнение в рамках регламента Он сделал быстрее За что ему большое спасибо 3, 2, 1 Все А вот она, Киа Здесь же, получается, роль в сервис-центре ремонтный Идем ловить нашу малышку В течение работ, которые были выполнены Тут целый список всего вообще По работам Крыло правое Снять и установка Подогнать Дверь правая Снять и установка Замена Подогнать Упланитель двери Что-то, не знаю Установка, снятие установки Уплотнение к двери Еще одна снять и установка Дверь правая Все необходимые детали демонтировать Дверь подогнать Облицовка бампера Снять и установка Облицовка бампера Замениться Облицовка 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 строки Облицовка Стойки Облицовка Спинка сиденья Задняя Сместная установка Лембрана клапанная Ремонтирует порог Правый Дверь справа Ремонтирует Дверь правая Еще одна Ремонтирует покрытие Работа металла, подгонка прочая, окраска, теперь правая, передняя и задняя, окраска нового металла, ремонт и окраска, ремонт, расходных материалов, гайка, гайка, еще одна, сельскохозяйка, длинный локер, усилитель, правый бокалин, передний бампер, локер, передний правый, крыло, переднее правое и бампер передний. Общая сумма работы 28,500 и всех запчастей со склады 137,429, общая сумма 65,929, вот, блин, сейчас посмотрел, все, ништяк, там осталась какая-то капля с клеем, сейчас ее уберут и забираю точку. Если в реале поменяли вот эту вот, как это, рамку, да, под номер, поменяли бампер, ой, прям не узнать машинку, а, смотрите, белая, поменяли капело, получается, под ней покрылок поменяли, отремонтировали порог, покрасили, отремонтировали две двери, ну, в принципе, что, все получается. Короче говоря, вообще рад, безгранично советую на самом деле это место, здесь очень такой активный мастер-приемщик Аркадий, ему большое спасибо, прям порадовал, реально, реально порадовал. Кстати, еще помимо всего этого, блин, они красавцы, они здесь все вычистили, а я ему подарил два автоксуара, он не забрался, пойду отнесу ему обратно. Короче говоря, они еще и порядок навели у меня здесь, вообще замечательно. Эх, своя машинка-то хорошая, как удобненькая такая, ништякая вся. И еще раз благодарю реально Аркадия из Kia Motors, вот здесь на втором магистральном тупике 5А. Вообще, красавец, прям порадовал меня, реально помог. Если что, обращайтесь к нему, знайте, что он чувак честный, отвечает за свои слова и помогает всегда. Короче, все сделал, остается крайний штрих, погнали, ребята! Вот так она угарно сейчас выглядит, с одной стороны она обклеена, с другой нет. Ну и надо решать этот вопрос. Следующее видео я покажу, как мы поедем в PM-сервис и будем там заново обклеивать машину.